Бывший министр финансов Алексей Кудрин, который разрабатывал, как пишет пресса, экономическую программу для четвертого срока Путина, написал сам в Коммерсанте программную статью с не менее программным заголовком как раз три задачи на два года. Что же это за задачи? Это речь о реформе системы госуправления, увеличении расходов на образование, медицину, инфраструктуру и, наконец, обеспечение транспарентности и предсказуемости политики. Это цитата. Например, в области новых налогов или изменений в пенсионной системе. Почему два года? Да потому что в 2020 году, как пишет Кудрин, в России уже начнется предвыборная кампания в Госдуму, а потому нужно действовать именно сейчас, до этого момента. На прямую связь с нашей студией выходит Евгений Гантмахер, экономист, член Комитета гражданских инициатив. Евгений, я приветствую вас. Слышите ли вы студию РТВИ? Да, да. Я слышал, конечно. Да, я хотел бы, прежде всего, уточнить, поскольку вы являетесь, поправьте меня, если я не прав, соратником Алексея Кудрина по Комитету гражданских инициатив, принимали ли вы участие в, возможно, составлении или обсуждении вот этого текста программного? Ну, эта статья писалась Алексеем Леонидовичем самостоятельно, как вы правильно сказали. И там какие-то могли быть обсуждения. Статья, она и есть статья. Но та программа, которая там очень кратко изложена, кстати, я хочу добавить, вы начало статьи-то вспомните. Алексей Леонидович там пишет о демократизации, о децентрализации власти, о политической конкуренции. Это, конечно, не входит в экономическую, как бы, часть его программы, но это такое, знаете, как по-английски говорят, preconditions, то есть предварительные условия. Это принципиально важно. Но об этом Кудрин и коллеги, которые работают в ЦСР, об этом пишут и обсуждают постоянно на протяжении последнего, наверное, года точно. И сам, кстати говоря, Кудрин неоднократно об этом говорил в своих публичных выступлениях, в том числе недавно. — Скажите, я уж не сочтите за... вернее, сочтите за критику, вернее, не за критику, а за вопросы, которые у меня главные вызвала эта статья, что у меня такое ощущение, что этот текст написан не в 2018 году, а году, я не знаю, в 2004 или 2006. Кажется, всё, что происходит в нашей стране в последние года 2-3-4 после Крыма уж точно, а по большому счёту, начиная с 2012, говорит о том, что никакого стремления ни к децентрализации, ни к транспарентности и предсказуемости, ни к тому, чтобы перераспределять расходы с безопасности и обороны на образование медицинную инфраструктуру нет. И всё это выглядит как такие благие намерения, которые не имеют никаких вообще шансов в нынешней политической системе на реализацию. Разве не так? Ну, вы, конечно, во многом правы, безусловно. Здесь, я бы сказал так, вы эту статью, тогда надо её понимать очень просто. Это некий политический манифест. Вот вы вначале сказали, что это предложение по некой экономической программе для нового правительства. Это не совсем так. Я эту статью рассматриваю в качестве политической позиции Алексея Леонидовича. Он уже давно перевёл с рамки, которой он когда-то был вице-премьер по финансам и экономике, министр финансов. Алексей Леонидович за эти годы, после своей отставки, он вообще-то стал и общественным, и политическим деятелем. И вот эта статья, она доказывает, да, вы правы, все тенденции против того, что он высказал. Все тенденции против. Но он не боится об этом сказать, о том, что надо развиваться по-другому. Что без того, как вот эти условия не сделает. Он, кстати, об этом тоже говорил и говорит постоянно. России вообще-то не жить, у России нет будущего. Между прочим, если подойти формально и, допустим, к тому, что говорил Путин в своём послании 1 марта, безотносительно того, что мы с вами знаем, что Путин часто говорит одно, а делает другое. Но Путин же тоже частично это повторил. Помните, он сказал, что главная угроза для России – это её отставание. И не только с точки зрения технологий, но с точки зрения какого-то мирового тренда. Об этом он сказал. Кстати, Путин сказал об увеличении расходов на человеческий капитал, который он предлагает сделать в ближайшие годы. С том же, я делаю всегда оговорку, что одно дело эти политические заявления из уст Путина, которые уже четвёртый раз у нас будет официально, а по сути пятый раз будет президентом Российской Федерации, эти слова, а другой стороны его дела. Но Кудрин призывает, с моей точки зрения, наконец-то от слов перейти к делу. Он выбрал вот эти точки. Кстати, очень важная точка – это реформа госуправления. Путин о ней не говорил ни в послании, ни в одной из своих речей. Вам кажется, что есть шанс у этого призыва Кудрина быть услышанным? Ну, вы знаете, надежды всегда же, как у нас в России говорят, умирают последние. Если вы от меня хотите, как у экономиста, узнать, какой процент из ста, я думаю, что он отличается от нуля. Я бы так сказал. Хотя он очень небольшой. И, кстати, вот то, что Кудрин обозначил эти два года в качестве не окна, а такой маленькой форточки возможностей, но, мне кажется, это доказывает его некую решимость. Именно его политическую позицию. Потому что, конечно, если посмотреть чисто политтехнологически, если вот та система, которая у нас сложилась, политическая, будет продолжаться и дальше, те выборы, которые у нас существуют, будут и дальше существовать, то, понимаете, будет предвыборная кампания в 19-м, в 20-м году в Думу, не будет иметь никакого значения. Потому что состав Государственной Думы 21-го года будет заранее определен, как это, собственно, и было в 2016-м году. И это Кудрин в данном случае, именно как политик, он просто отталкиваясь от этой, я считаю, пока очень такой символической, эффективной даты, он призывает к реформу. Причем широким, не только экономическим, но и политическим. Ну, это может быть глаз рукопиющего в пустыне. Я абсолютно здесь не являюсь оптимистом, на самом деле. Но он проявляет в этом смысле некое мужество, как мне представляется. Потому что эта позиция, которую он изложил сегодня в статье, я уверен, она не очень популярна среди тех лиц, которые окружают Путина. Спасибо. Евгений Гантмахер, экономист, член комитета гражданских инициатив, был на прямой связи с нашей студией. Давайте послушаем еще один комментарий. Еще один экономист на прямой связи с нашей студией. Это Михаил Хазин. Михаил, приветствую вас. Слышите ли вы, РТВА? Михаил, здравствуйте. Слышу. Да. Ну, вас сложно назвать соратником или сторонником Алексея Кудрина. Как вы прочитали этот его программный текст? Что вы для себя в нем увидели? Я, безусловно, не соратник, но, кстати, лично к Алексею Леонидовичу я отношусь очень хорошо. Ну, мы здесь говорим про политическое отношение, естественно. Да, и экономическое, и влияние, и его предложение. Можно сказать следующее, что идею о том, что нужна последовательность, она в устах Алексея Леонидовича выглядит по меньшей мере странно. Потому что вся вакханалия с резким увеличением налогообложений, вопреки, кстати, прямым указаниям президента, последних лет это делается той самой командой, которую Кудрин в Минфине взрастил. И, в общем, не секрет, что Силуанов – это его человек из его команды. То есть, иными словами, ожидать от человека, который устраивает безобразие, слушает призывы о том, что безобразие надо прекратить, это выглядит, ну, по меньшей мере, странно. Вы уж меня извините, конечно, но я, поскольку лично знаю большую часть участников, то я очень хорошо себе представляю, насколько это, ну, скажем так, неадекватно. Что касается реформы государственного управления, опять-таки, обращаю ваше внимание, что Алексей Леонидович был одним из ключевых игроков либеральной команды, и хотя он сам ушел с госслужбы в силу личного конфликта с сыном Дведевым, но его команда осталась. И в этом смысле, опять-таки, я позволю себе не поверить, потому что у них была масса возможностей такого рода реформы проводить. Они их не сделали. А теперь, что касается повышения расходов на социальные статьи, напомню, это была базовая линия у команды Гайдара, и та реформа, прямо скажем, абсолютно провальное образование и здравоохранение, которую привела к нынешнему плачевному положению, проводилась команда, в которой Алексей Кудрин играл куда большую роль, чем, скажем, Греф, который формально считается одним из авторов «Этерипа». То есть, в общем, в этом смысле, манифест Кудрина представляется мне крайне спорным и крайне удивительным. Я понимаю... Вот, помимо спорности и удивительности, по поводу своевременности, мне хотелось бы у вас еще спросить. Сейчас мы разговаривали с Евгением Гантмахером, и первый мой вопрос к нему заключался в том, вернее, даже не вопрос, а реплика. Когда я прочитал утром этот текст господина Кудрина в «Коммерсанте», у меня было ощущение, что этот текст из, ну, точно не 2018 года, а из какого-нибудь 2004, 2007, явно не после третьего срока и перехода к еще более репрессивной политике, и, например, не после 2014 года и такой, знаете, заметной милитаризации риторики, да и по милитаризации нашего бюджета. Да я бы не заметил, чтобы она была какая-то милитаризация по бюджету. Поскольку я все-таки экономист и специалист по кредитно-денежной политике, я могу вам сказать следующее, что, поскольку у нас кредитно-денежная политика совершенно не адекватная, и это, еще раз повторяю, это линия, которая идет еще от Гайдара, от 90-х годов, у нас крайне низкая монетизация экономики. И в мире 150-170% отношений расширенного агрегата М2 денежного к ВВП, а в нашей стране процентов 40-45. Чем ниже монетизация, тем ниже сбор налога. То есть, иными словами, сначала Кудрин, сотоварищи своими руками резко сокращают поступление в бюджет, а потом говорят, у нас нет денег на социалку, что это мы в оборонку вкладываем. Ну, с оборонкой все понятно, мы видим, что происходит в мире, и вы уж меня извините, конечно, я немножко разбираюсь в темах, я могу вам сказать, что даже мысли о том, что мы имели отношение к отравлению Скрипаля у любого нормального человека, ничего кроме смеха не вызывает. Кстати, в Израиле примерно такое же мнение, что очень хорошо было видно по итогам. Но дело даже не в этом, а дело в том, что если вы целенаправленно сокращаете объем поступления в бюджет, и при этом компенсируете это тем, что вы уничтожаете малый и средний бизнес, постоянно увеличивая на него аналоги, то после этого жаловаться, что неправильная политика социальна, это по меньшей мере смешно. Господа, ну давайте мы откажемся от ваших рецептов в кредитно-денежной политике и налоговой, и тогда у нас довольно быстро появятся ресурсы на то, чтобы увеличивать расходы и в здравоохранении, и в образовании, и в других местах. Это объясняли Кудрину на протяжении последних 25 лет. Я напомню, что Кудрин реально управляет российскими финансами с 2000-х. Уже давно, да. Что ж, спасибо вам за вашу оценку. Михаил Хазин, экономист на прямой связи с нашей студией. К сожалению, нужно идти дальше. Продолжим еще этот разговор в эфире RTVI, думаю, не раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова